Доброго времени суток, друзья! Как вы, наверное, уже все знаете, недавно вышла новая игрушка, называется SnowRunner. Это все тоже продолжение первой его части Spin Tires, вторая часть вышла, называлась ModRunner, ну и вот вышла третья часть SnowRunner. В принципе, это все та же игра, все то же самое направление, это оффроуд, месим грязь, но эта игра уже в корне отличается от тех предыдущих частей, которые мы знаем. с Spin Tires я поиграл, мне тогда на тот момент не хватало вида от первого лица, ModRunner мне не зашел в принципе, потому что был очень скучный, ну а эта игра уже в корне все меняет. Ну а вышла данная игрушка на платформе Epic Games, в Steam ее пока нету, ну а стоит она за простое издание 1400 рублей и за премиум издание 200. Ну и в общем-то вот на этот совсем не дешевый шедевр я и предлагаю вам вместе со мной посмотреть и поиграть. Это не обзор, это просто геймплей, мы будем вместе с вами играть, ну и просто обсуждать эту игру. Ну а поговорить, как и поиграть, здесь в общем-то есть во что. Эта игра в корне отличается от тех предыдущих частей, хотя это нельзя даже назвать частями, это все выходили отдельные игры, это не части и не продолжение, это отдельные игры, даже по-моему разработчики у них разные, но вот тут я не уверен, не лазил, не готовился и не смотрел. Но первая часть Spintires мне не понравилась, потому что, во-первых, не было в ней вообще никакого смысла, во-вторых, не было вида от первого лица, что я всегда ценю в играх. Вторая часть, когда вышла, ну или не часть, просто отдельная игра, ModRunner, там где-то, наверное, уже под конец того сезона, когда она вышла, появилась камера, но камера внутри кабины была какая-то кривая, косая, мне она тоже не понравилась, но и точно так же в игре не было никакого смысла, абсолютно никакого смысла. Ты просто едешь до какой-то точки, тебе кидают бревна, и ты едешь на другую точку. Эта же игра, хоть и выдержана, как вы сейчас можете заметить, в том же стиле, это такая же черная карта, это вышки, это грязь, мы по грязи добираемся до вышки и потихонечку открываем эту карту. В общем-то, стилистика выдержана, но в этой игре уже есть полноценная экономика, и как выразились некоторые из обзорчиков, полноценный тюнинг. Ну, вот тюнинг я бы полноценным не назвал. Ну, это мое мнение, поэтому я считаю, что тюнинг все-таки здесь не на высшем уровне, и, во-первых, детали, которые мы сейчас, кстати, поедем искать, детали надо собирать по карте, и весь тюнинг, который здесь есть, он открывается в зависимости от вашего левела, что, в общем-то, на мой взгляд, тоже совсем не является полноценным тюнингом, потому что все-таки игра заставляет вас придерживаться рамок, которые они придумали. Они, я имею в виду, разработчики. То есть вы не сможете купить себе сейчас сразу же хорошие колеса, сколько бы денег вы тут не нафармили. Ну, а деньги тут тоже особо не нафармишь. Но зато само присутствие экономики действительно в корне меняет сам геймплей. Теперь уже становится интересно играть. Если в предыдущих играх это была просто тупая езда от точки до точки, то здесь уже нет. Мы едем с какой-то целью. Мы выполняем задание. Но это действительно стало интересно. По исполнению игра прикольная. Прикольная мне она понравилась больше всех из всех вот этих вот спинтайр, самодраннера. Эта игра мне понравилась больше всего. Она, к сожалению, не лишена багов и каких-то косяков. Про косячки мы поговорим потом. Но я уже попытался поиграть, хоть мы сейчас начинаем с самого начала, но я уже пробовал играть, пробовал покататься здесь, посмотреть что-то. И столкнулся с тем, что у меня исчезла машина. Машина исчезла, потому что здесь нужно открывать карту, как и везде, открывать гаражи. И я первым делом открыл гараж не вот на этой карте, а на другой карте. Сейчас я вам чуть позже покажу, как попадать на другую карту, если кто-то еще не знает. Я заехал на другую карту и открыл гараж там. Потом вернулся на эту карту, и машина у меня перевернулась. После переворота машины нужно нажимать эвакуацию, и она телепортируется в гараж. Так вот, куда она телепортировалась, я до сих пор так и не понял. Я ее больше не нашел. Я набрал в интернете, и только я набрал спинтайрс, пропала, и тут же мне выдала пропала машина. То есть ни у одного у меня такая проблема. Как? Может быть я еще в чем-то не разобрался. Но достаточно сложно пользоваться вот этими гаражами, но мы этого чуть-чуть позже коснемся. Точно так же могу сказать про интуитивность этой игры. То есть если вы играли предыдущие игры, спинтайрс, модранер, то нет, там совсем все было по-другому. Здесь есть свои механики, которые совсем не интуитивны. То есть абсолютно непонятно, что надо делать. Но поначалу. То есть нет такого, что вы вот играете, подъехали на какую-то там, на какую-то точку, и вы теперь все хорошо понимаете, что надо делать. Нет, к сожалению, здесь немножко не так. Тут сложновато сделано. Видно, что как-то не очень хорошо проработано. Вот, кстати, одна из таких точек. И вот здесь интересная фишка. Не знаю, зачем это сделано, но это напоминает игру Assassin's Creed. Мы открываем точку, и нам открывается вид. Зачем этот вид? Не знаю. Но вот данная точка показала нам мост, который надо будет построить. Но, как бы, не особо это нужно. И есть такие вот вышки, которые открываешь, и что показывается с этой вышки, ну, абсолютно непонятно. Такая, да, вот, есть такая вот добавленная фишка, но к чему она ведет, бог узнает. Нужно ли это вот? Тоже такой спорный момент. Ну, есть и есть, как говорится. Добавили, что добавили. Ну, а если вернуться к моменту, что я сказал про игру, что она не интуитивная, то это, опять-таки, личное мое мнение. Потому что игра просто изобилует всяческими окнами подсказок. Но я, наверное, не буду одинок, если скажу, что я их не читаю. Я привык играть в игры и пользоваться своей интуицией. Когда я подъезжаю на какую-то точку или смотрю на карту, да, я уже сам визуально себе предполагаю, да, вот это точка загрузки, это точка разгрузки, ну, и тому подобное. В общем, тут в таком ключе я действую. Поэтому я, ну, наверное, я уверен, что наверняка и большинство игроков пользуются, в принципе, той же самой механикой. Мы смотрим на красоту игры, на управление, вот, в данном случае, машиной, и игнорируем эти окна. Окна высказывают, выскакивают постоянно, и даже иногда хочется найти где-то, чтобы их отключить, потому что, действительно, окон подсказок очень и очень много. В этом, конечно же, огромный плюс этой игре. Она все разъясняет. Ну, к сожалению, я этим не пользуюсь. Ну, и давайте вернемся к игре, происходящему, вернее. Я сейчас пытаюсь пробраться до ближайшей вышки, ну, одну мы открыли, а вторая, она даже не вышка, там стоит домик, так как я уже сказал, что я уже поиграл, поэтому я вот лезу туда на меточку, где у меня стоит, и хочу там посмотреть, там как валяется какая-то деталь. Я ее первый раз не досмотрел, и тоже опять вот детальку-то я подобрал, а чтобы эту детальку поставить, вам нужно открыть мастерскую, я так понимаю, или в гараже, можно ее ставить. Но еще есть какие-то мастерские, вот с мастерскими я их открывал, но пока еще с ними не взаимодействовал. Что там надо делать в этих мастерских, бог его знает. Не лазил еще, не смотрел. Вот сейчас пытаюсь туда пробраться. Кстати, управление, как вы видите, да, он судорожно крутит рулем, ну, тоже как-то выглядит на самом деле. Причем он с такой скоростью, он крутит руль без разницы, едешь ли ты по вот такой вот местности, или по асфальту, он как сумасшедший дергает руль в разные стороны. Это было и в модранере, в кривом модранере имеется в виду, который вот они придумали вид от первого лица. Почему он мне не зашел? Потому что там что-то и приборка была какая-то странная, такая графическая, и вот управление тоже было очень странное. Ну так вот сейчас я еду на одну из точек, где лежит запчасть. Как ее ставить, я еще не разобрался, но может быть вместе с вами мы сейчас на это все и посмотрим. Как здесь ставятся эти запчасти, которые ты находишь, где их надо ставить. В общем-то, вместе с вами и посмотрим. Еще мне не очень нравится, вот, кстати говоря, что вот прокладывается маршрут гораздо интереснее и гораздо лучше, чем в том же модранере или в спинтайрсе. Здесь маршрут прокладывается более интересно, более детально, и здесь, насколько я понял, количество точек ничем не ограничено. А в том же модранере, я помню, что мне не хватало количества точек, если карта большая, я прокладывал себе маршрут, то количество точек, ну, не хватало, приходилось проезжать какое-то расстояние и прокладывать его себе дальше. Здесь вот я сколько сейчас попробовал поставить себе точек, ну, в общем-то, меня ничто не ограничивает. А не понравилось мне то, как выглядит маркер на карте. Он такой огромный, что иногда закрывает то место, которое нам нужно увидеть. Ну и вот, наконец, я добрался до этой точки, как видите, мы получили какую-то деталь. Как я и говорил, куча разъяснительных табличек, иногда они даже бесят. Ну, вот она деталь, это деталь какой-то, деталь подвески, в смысле, но вот где ее ставить, мы посмотрим, наверное, чуть позже. Я не знаю, где ее ставить, скорее всего, в гараже. Но я еще до этого, в общем-то, не докопался. Ну, давайте ехать дальше. А именно в следующую точку, а точка эта, которую я нашел тоже случайно, заходя вот первый раз в эту игру. Когда я зашел, попытался посмотреть, чтобы потом уже записать видео. Просто погонял, поездил. Погонял, это, конечно, громко сказано. Помесил грязь, поездил здесь где-то. И я нашел точку, где стоит машина. Я был крайне удивлен, что эта машина, которую мы сейчас поедем, она не обозначена на карте нигде. И я бы, наверное, если бы туда просто, вот в эту глушь не залез, я бы ее, наверное, и не нашел. Вполне возможно, что эта машина появилась бы на карте, если бы я открыл какую-то локацию, в которой есть задание. Может быть. Не знаю. Но я еще находил в этой игре грузовик в болоте, но больше я его не могу найти. Я пытался второй раз зайти и поискать этот грузовик. Куда он делся, я бог его знает. Видимо, второй раз я не открыл вот это самое задание, по которому появляются эти машины. И точно так же здесь есть задание, которое вы можете проехать, там ничего не будет. Но когда вы откроете определенную локацию, выскочит, открылось новое задание. И на той локации, где вы только что были, может появиться совсем другое. Так, например, на другой карте я проехал по мосту, был мост, все нормально. Потом я открыл какую-то локацию и мост исчез, и вместо моста появились два контейнера. А локация все та же, она у меня уже открыта. Но выглядеть она стала совсем по-другому. Я так предполагаю, что и вот эта машина, которую я сейчас еду забирать, потому что она гораздо интереснее вот этой, вот там постоянный полный привод. А здесь надо его постоянно включать или выключать. Так вот, мы сейчас едем за той машиной, которую я нашел совершенно случайно. Скорее всего, задание касаемо этой машины откроется потом. Может быть, кстати говоря, по этой же причине у меня и исчезла в дальнейшем эта машина. Потому что она как бы принадлежит какому-то заданию. Не знаю, но вот машина у меня реально исчезла. Ну и еще вот, несмотря на то, что я, в общем-то, любитель открытых миров, я вообще постоянно, в принципе, игры только с открытыми мирами практически играю. Я люблю вот эту свободу действия. Но здесь свобода действия, я бы сказал, такая весьма условная. Ну, мало того, что это не бесшовный мир, это все-таки мир, который состоит из локации, на которой мы перемещаемся путем телепортации. Ну, один из путей телепортации я сейчас покажу. Только заберем ту машинку и на ней уже поедем. Так вот, несмотря на то, что игра вроде бы как представляет свободный мир и свободные действия, на самом деле это не совсем так. Это можно будет увидеть из всплывающих окон, которые в дальнейшем у нас появятся. Игра все-таки предлагает вам действовать по какому-то указанному ей маршруту. Так, например, на этой карте загораются желтые иконки, которые у нас сейчас в правом нижнем углу горят. Она показывает, что нам надо ехать совсем в другую сторону. Но я еду своим маршрутом. Так вот, эти вот свои воли, я так выразим, выразимся, могут привести к неприятным последствиям. Так у меня, например, случилось, как я уже говорил, что я начал открывать карту по своему маршруту, а не так, как мне предлагает игра. И у меня так получилось, что машина ушла в гараж на другую карту. И найти ее практически больше невозможно. Также, если вы в данный момент перевернетесь, и спасти вас будет, естественно, некому, вам придется нажать кнопку эвакуация. И вы эвакуируетесь. Вот как я эвакуировался в другой гараж. А там сразу же после эвакуации вам предлагается пройти совсем на другую карту. И возможности вернуться на эту карту уже нет. Вот тоже какая-то то ли недочет этой игры, то ли вот я не знаю, как это объяснить. Но в дальнейшем, если мы сейчас дойдем до гаража, я это покажу. Потому что в момент съемки вот этого вот ролика как раз такая вот хрень у меня и случилась. Я перевернулся, телепортировался и все. Игра меня больше из гаража не выпускает. Говорит, иди на другую локацию. Ну, а как так, если я хочу закончить здесь? Ну, вот мы нашли еще одну деталь. Не знаю, успеем ли в этом ролике мы ее поставить. И если вы сейчас заметили, то детали находятся для определенных машин. То есть вот сейчас мы нашли уже два раза детали для вот этой машинки. А у меня в планах нету на ней дальше ездить. Сейчас я попытаюсь взять ту машину, за которой мы едем. Там такой прикольный джипик. А эту я вообще планирую продать. Ну, и зачем тогда мне вот эти детали собирать? Вот тоже не особо понятно. То есть коллекционировать машины себе вот эти вот и апгрейдить их потихоньку. Ну, такая себе тоже механика. Вот это потому, что я вначале сказал, что я не особо считаю, что здесь полноценный тюнинг. Ну, и еще иногда, вот как в этот момент, вы видите, камера тоже начинает придуриваться. Да, в предыдущих частях или в предыдущих играх с камерой совсем было все плохо. Здесь это дело исправили, с камерой стало управляться легче, но вот она бывает вот такую вот штуку выдает. То есть, я не помню, как это называется, там коллизия, по-моему, когда камера зацепляется вот за эти объекты вокруг. Но, тем не менее, надо отдать должное разработчикам. Все же таки, они прислушались к комьюнити, потому что еще, когда вышел Spintires, по-моему, бомбили все, кто только мог, на эту камеру. То, что она очень плохо управляется, то, что она просто какая-то, ну, нереальная. Но вышел ModRunner, и камера нисколько не изменилась. Все точно так же было с ней очень плохо управляться, она непонятно, в какие положения вставала. Но сейчас, вот в этой игре, камера достойная. Управлять ей, в общем-то, можно сказать, одно удовольствие. Иногда, вот бывает так, что она выскакивает так, особенно, когда едешь через город, там, камера цепляется за провода, за столбы. Бывает, подскакивает в самый ненужный момент, куда-то вверх. Но, тем не менее, все равно, камера стала гораздо лучше, гораздо приятнее. Ну, а я тем временем, как видите, медленно, но уверенно приближаюсь к своей намеченной цели. А цель моя, это, как я уже сказал, новая машинка. Находится она в самой заднице этой карты. Хорошо, что я уже два раза за ней ездил, и я уже, в общем-то, без карты могу до туда добраться. И дорога до туда идет, в общем-то, ну, такая, весьма, весьма легкая, я бы так сказал. Вообще, вот эта карта, на которой мы сейчас находимся, она такая весьма легкая, потому что я для пробы попробовал поездить и по зимней карте, и на нашу локацию, наша российская локация, называется Таймыр, я заехал туда, все вот на этой же вот дурацкой машинке. Там меня, кстати, бомбануло тоже так, не по-детски. Нет, я так понял, что бы добраться до Таймыра, до нашего российского Таймыра, нужно либо прокачаться, либо открыть себе какие-то новые машины, потому что вот на этой машине, на Таймыре делать нечего. Можно будет только поездить по поселку, и все, как выезжаешь за поселок, там какая-то трясина непонятная, и машина сразу же ложится на брюхо, и все, и до свидания. Никуда там, в общем-то, далеко и не уедешь. Ну и вот эта карта, хотя она, да, конечно же, легкая, особенно по сравнению с Таймыром, она вообще очень легкая, но даже здесь, вот на этой машинке, в общем-то, не везде проедешь. У нее непостоянный полный привод, и у нее очень плохие колесики. Это опять вот к тому, что некоторые говорили, что вот здесь полноценный тюнинг. Да, ну, нифига здесь не полноценный тюнинг, потому что, ну, я ничего не могу с этой машиной сделать. Вот она не едет и не едет, и есть места, где на ней не проехать. То есть, если бы я не нашел, как я уже сказал, вот эту вот машину, за которой мы едем, я вообще не знаю, что бы я делал, потому что на этой машинке, в общем-то, путешествовать, особо-то, ну, и не попутешествуешь. Но, как я еще раз скажу, до этого сказал, что игра, вообще-то, доправляет вас, и это вот к тому, что есть ограничения по свободе выбора. Не так далеко вы уедете, вот так вот, как я, если будете играть, то есть, следуя своим путем, то, ну, это либо вас забагает, как со мной случилось, либо вот вы ткнетесь в то место, где на этой машине, в общем-то, проехать невозможно. Да, в общем-то, вот по этой-то причине, наверное, лучше всего делать так, как предлагает игра. А игра предлагает сначала открыть две вышки, по-моему, а потом найти грузовик и построить мост. В общем-то, если бы я сейчас не тратил время на поиски вот этой машины, которую я нашел, а пошел по линейке, которую предлагает игра, я бы уже, наверное, построил мост. Мост здесь надо строить самому. Но вот, люблю я играть на картах с открытым миром и на картах, где вам, в общем-то, предоставляется свобода выбора, ну, вот идти своим путем. Вот такой вот я человек, что ж тут поделаешь. Ну, вот я уже говорил, что два раза я начинал, и два раза у меня игра закончилась, в общем-то, достаточно печально. Поэтому вот, ну, я опять застрял. Будем вытягивать. В общем-то, механика вытягивания себя точно такая же, как в спинтаерсе и как в модранере. Все то же самое. Цепляем за ближайшую дерево или какую-то ветку, корягу. Кстати, здесь механика достаточно большая. Если вы застряли в болоте, то в том же спинтаерсе, ну, вам было не за что цепляться, то есть все. Но там были другие механики. Там на карте была куча машин, которыми вы можете другую свою машину вытащить. Здесь же пока такого нету. И та машина, которая представляется, которую мы в дальнейшем откроем, грузовик, он вообще нигде не ездит. Это опять к тому, что расширенный тюнинг, да ну, какой он расширенный. Тут, в общем-то, надо следовать тому, что вам говорит игра, тогда, может быть, будет как-то у вас идти сюжет. А вот в моем случае, так я только горя хапал. Ну, это, как говорится, индивидуальный случай. Я такой человек. Я не могу заставить себя идти по тому маршруту, по которому вас заставляет идти играть игра. Я даже сталкера проходил по-своему. Я сначала пошел через мост, через кордон туда, где стоял лагерь сталкеров. И только после этого я вернулся к Сидоричу. Хотя надо было все делать наоборот. Ну, вот, не знаю. Мне почему-то, когда я вижу открытый мир и свободу действия, мне хочется действительно действовать так, как хочу этого я. А не так, как меня заставляет игра. Поэтому я все игры вот прохожу, так сказать, через жопу. Ну, что поделать? Вот такой я человек. Ну, мы сейчас не про меня. Вот, тем не менее, пока мы едем, и вроде бы как ничего такого особенного-то и не происходит, а вы знаете, игра все-таки затягивает. Вот управлять хотя бы вот на этой карте, да, таким дурацким грузовичком маленьким, но все равно как-то интересно. Объезжать вот эти камешки, объезжать грязь, кстати говоря, в том же модранере, если вы съезжаете с колеи, то это, в общем-то, ничем хорошим обычно не заканчивалось. Если вы съехали с колеи, то вы рядом с колеей тоже застрянете. Нет, здесь в некоторых случаях не всегда, правда, не всегда, но объезжать колею очень-таки даже полезно. Особенно вот на зимних картах, где зима, там я посмотрел, что вообще лучше даже наоборот, в колею не соваться. Но опять-таки, это все зависит от того, наверное, на какой вы машине и какая у вас стоит резина, там колеса, какой величины и тому подобное. Ну и вот, наконец-то я узнаю это место. Мы все-таки добрались здесь уже ехать полегче. Вот это дурацкое руление. Конечно, вот тоже с рулением они перестарались, что в модранере, что вот здесь. Ну, надо было как-то управление сделать чуть-чуть помягче. Он как дерганный какой-то паралитик управляет машиной. Да, когда сложные ситуации, да, но сейчас-то мы едем ровно, а он все равно дергается. Это выглядит достаточно нелепо, когда едешь по городу по ровному асфальту, а он все равно дергается, как сумасшедший. Ну и ладно, пускай дергается. В общем-то мы добрались. Добрались. Вот наша машинка новая. Теперь надо ее заменить. Куда денется это, наверное, останется здесь. Я уже боюсь трогать и перемещать в гараж, потому что гараж мы еще не открыли. Поэтому куда она резнется, хрен ее знает. Поэтому лучше ее оставим здесь. И в общем-то все. Вот, все. Активировалось, как видите, та машинка. И заметьте, она проваливается. И вместе с ней проваливаюсь и я. То есть здесь есть места, где вы вот если будете на месте стоять, то машина не будет просто стоять на земле, а потихоньку будет проседать туда вниз. Ну и конечно же, надо сказать, что на этой карте атмосферность и антуражность присутствуют на высшем уровне. Особенно если ее сравнивать с тем же модранером, где все было серое, унылое. Нет, здесь как видите, осень, яркие цвета, очень красиво. Ну пересаживаемся в нашу новую машинку и будем уже дальше действовать на ней. Ну и на ней я буду действовать опять не по стандарту. Я не поеду по дороге, а попытаюсь спуститься с крутого уклона вот через этот лесок. Ну потому что не люблю я действовать так, как указывает мне карта. Ну еще тут, видишь ли, будут мне тут указывать. Поэтому я не знаю, чем сейчас это закончится, но в общем мы спускаемся вниз. Тут я хотел бы вам показать, как происходит. А лес, кстати, не густой, нормальный лес. Так спокойно спустимся. Тут я хотел вам показать, как здесь устроены переходы с одной карты на другую. Как бы одна карта состоит из четырех локаций. И на них можно переезжать. Переезжать можно путем телепортации. Ну выглядит это, сейчас вы увидите, типа это туннели. Вот опять видите, выскакивают эти окна с подсказками, они выскакивают постоянно. Постоянно, постоянно. Иногда даже, как я уже и говорил, надоедает. Ну вот мы наконец добираемся до асфальта. И вот если сейчас мы поедем налево, вот туда вот, видите, вдаль, там есть туннель. Вот этот туннель-то нас и интересует. Это и есть переход на следующую локацию. Карта будет то же самое, та же самая местность, но другая локация, которую точно так же надо будет открывать. Мы въезжаем вот на такой вот триггер, здесь нажимаем на кнопочку и нас перекидывает на другую локацию. Но делать этого я сейчас не буду, потому что боюсь, что у меня опять исчезнет машина и где ее потом искать, я не знаю. Поэтому сначала мы откроем гараж на этой карте, чтобы опять не попадать в такую же ситуацию, как я попал до этого ролика. Ну а на этом, наверное, будем заканчивать и увидимся с вами в следующей серии по этой игре. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok